Уважаемые граждане, мероприятие, в котором вы принимаете участие, имеет признаки массового публичного мероприятия, несогласованного с надобленным порядком. Отойдите, сообщество, отойдите, отойдите, да что с ван? Да что с ван? Да что вы его хватаете-то, за что? Он же просто стоял. Война прямо, война какая-то. Война, 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 война! Вы что делаете? Представьтесь, пожалуйста. Они не представились, они не объяснили причину задержания. Что мне делать? Идти в иностранное посольство? Я не хочу жить в России. Вот до чего Россия дошла. Вами не соблюдается дистанция полтора метра. Вами тоже не соблюдается. Правильно, масочный режим в Аминисе не соблюдается. Даю вам время, две минуты. В противном случае, будьте привлечены к административной ответственности. Все в войне! Все в войне! Все в войне! Мой муж, между прочим, неизлечимо болен. И сейчас из-за вот этой вот развязанной войны, он не получает, ну не сможет получать нужные лекарства. Довольно скоро. Поэтому я сейчас стою здесь. Дима, это ты? Дима, тебя, да? Да. Отчество и год рождения? Дмитрий Александрович Трофимов, 79-го. Колеса Александра Владимировна, 88-го. Ребята, ничего не бойтесь! Правда за нами! Да подождите, я с руки поговорю! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Путин уходи! Они боятся. Раз они так реагируют, когда люди пришли подавать заявление, они там все отцепились, значит они боятся. Это их реакция. Они ее показывают. Поэтому надо каждый день ходить, и больше народу... Они заводим в прокуратуре? Да! Они заводим в прокуратуре? Да! Вы знаете, мне просто стыдно сидеть и ничего не делать, поэтому я сделала ту самую малость, чтобы у меня была чиста совесть. Время! Раз. Об. Время! 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 А. Время! 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 Почему вы решили подать такое заявление? Присоединиться к этому? Потому что я против войны, против самой настоящей войны. это не в традициях нашего народа. И вообще нормальные люди никогда не воюют. А вы сегодня здесь по какому поводу? Я по поводу нет войны, протеста. Нет войны. Что вы думаете об этой войне? Я думаю... Военной операции. Что мотивация единственная. Путин хочет стать императором. А за что его задержали? Можно узнать? И почему вы без опознавательных знаков, без формы? Отходим. За что вас задержали? За что вас задержали? Путин встает. Путин встает! За что? Не прошла задержали. За что даже задержали. Оставьте его! Я не мешаю вам. А вы мешаете? Нет. Сюда. Девушка, отойдите, вы мешаете работе с сотрудниками. Колембом мешают. Мешает мужчина. Пришли гости. Ясно. Сколько у него суток? Да, там очередь, там зашли. Десять. Десять суток. За что? Что натворил? Вообще, как это говорилось, это был одиночный пикет. Но у нас, так сказать, полиция сработала грамотно и забрала еще прохожих. В документах имеется рапорт, значит, рапорт полицейского, в соответствии с которым признали людей, которые там вписаны, организаторами, значит, одиночных пикетов, которые якобы создавали какую-то пикетную очередь. То есть, а организаторы друг друга не знают. У нас везде суд одно и то же говорит, у нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции. То есть, нам, видимо, есть основания не доверять. То, что мы видим, это мы не видим. Скажи, пожалуйста, когда ты посещала спецприемник, сколько человек вы там обошли? Мы обошли всех 53. Самое интересное, что сам же начальник сказал, что 16 из них были, ну, типа, с митингов. То есть, я не знаю, я так поняла, один там вообще никакой не митинг, а Филиппов, по-моему, человек, который был жестоко задержан, вообще, по-моему, там проезжал мимо. Ну, а на машине? Он проезжал мимо на машине, начал сигналить митингующим? Я не знаю, но у него действительно всякие вот и за ухом, как, ну, видно, что была что-то кровь, потому что засохшая кровь. То есть, он избитый? Ну, он, видимо, как-то жестоко придавленный, еще что-то. Кера, пойдемте. Кера, пойдемте. Все. Я знаю. Я знаю. И самое интересное, что ни один полицейский, вот, я сталкивалась неоднократно, люди не понимают, что такое согласен, либо не согласен с протоколом. Люди пишут согласен только потому, что там же описано правильно, я вот шел вдоль этого забора. Там и написано, что я шел в этого забора. Это же правда, это же не ложь. Но они не понимают одного, что шел мимо забора, согласен с протоколом. Это значит, я соглашаюсь не, что я шел мимо забора, а то, что своим хождением мимо забора я совершал правонарушение. То есть, я иду мимо забора, что-то нарушаю? Я считаю, что нет. Ну, иду мимо забора, иду. Где это запрещено и кем? То есть, вот это согласие, несогласие с протоколом люди очень часто не понимают. И они пишут, читая, что действительно они, да, вот они тут шли, да, вот мы тут стоим у елочки. Я стою у елочки. Мне напишут в протоколе, что вы стояли у елочки. Я стою у елочки, но я при этом не совершаю ничего противоправного. Поэтому я не буду согласна с этим протоколом. Хотя я действительно стою у елочки. Это не елочка, это типа рис, по-моему, какой-то. Не важно. Что ты думаешь о войне с Украиной? Что я думаю? У меня в Херсоне родственники живут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова